У вас нет, потому что круги, они про ценности и про собственную ответственность, как все растворительные программы. И тут они начинают понимать, что и от них многое зависит, и какой-то потенциал, ресурс у них просыпается. И когда до меня очередь доходит, я говорю, что я готова с вашими детьми круг провести, вот такой же. Почему я с вами провожу? Чтобы вы понимаете. Они говорят, пожалуйста. Чувствуете, да? Что мне не надо будет сопротивлением опять повалить? Они говорят, пожалуйста. Это будет этот акт. Потому что они сами в этом повалились, и они поняли, что это не страшно, что тут происходит разговор. Я говорю, опять занятие могу. Пожалуйста, простите. И когда этот круг заканчивается, они еще остаются там у забора, еще общаются у людей и так далее. И они очень будут... И всегда я спрашиваю, что была для вас эта встреча. Потому что обязательно кто-то найдется, кто будет все обесценивать. И когда он слушает другим, что это было важно, это было полезно, нам давно надо было поговорить. Это значило. И даже тот, кто обесценивает, он говорит, спасибо вам. Понимаете? Удивительно. Потому что мы круги очень любим. А потом, когда я с ребятами, первая тема, ну, она выработалась у нас уже годами, она то, что работает. Поэтому я с вами вернусь, что дает эффект. Первая тема, вот что ты ценишь в себе и в других. Какое качество у нас сейчас много? Им очень тяжело. Если бы я сбила тему, что не нравится, им очень тяжело. У вас ментальности совершенно мало. У вас благодарность. Что у тебя получается хорошо и так дальше. Ну, огня их пригласили, потому что пасает его, что она, что вот кто-то вообще. И доходим мы до этого Ваня, например, да? И он говорит, да нет, он ничего хорошего. Сему, смотри, или нет. И сидит он вот так. И одноклассники понимают, что он не обмороженный. Что он осознает. Понимаете? Мы, а у нас же там, мы просто для других, для себя. Я говорю, ну давай с других начнем. Ну вот с каким тебе нравится общаться? Ну с добрым. Я говорю, ну есть тебе иногда бывает доброта. Да нет в уме ничего хорошего. Иногда говорят, ну бывает иногда. Нет в уме ничего хорошего. Петер. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Вот с ребятами я немножечко вмешиваюсь иногда. Потому что вот каждая минута дорога. И вот этот воспитательный момент еще. Я говорю, ну вот у нас сейчас много опасного. Ты до кого-то предупреждаешь всегда. Если даже никто не выскажется, мы должны найти в Ване что-то хорошее обязательно сказать. Я говорю, у нас сейчас много. Два-три человека. Поднимите руки, что Ваня цените? Обязательно поднимается. Он хороший. Нет, он любит читать там, например. Или с ним интересно. Я говорю, ты ему скажи. Ваня, с тобой интересно. Ваня, ты веселый. Ты можешь рассмирнуть другая девочка, например. И так дальше. Видишь, Ваня. Вот круг чел. Все на виду. Даже по нивербалику. Он сразу как-то вот подрится. И дальше идет. Все.